Традиции отмечать Всемирный день туризма уже более 30 лет. Массовое празднование, оно историческое, потому что это же Всемирный день, он отмечается во всех странах мира. Как бы он не развивался, в каких бы странах, у нас там медленнее, во Франции быстрее, но как или иначе люди-то работают. Если люди работают, значит этот праздник они хотят отмечать. В воскресенье в фан-парке Бобровый Лог собрались как представители туристической отрасли нашего города, так и обычные жители. Любители туризма и активного образа жизни. Организатором праздника выступило Министерство спорта, туризма и молодежной политики. В этом году мы решили, соответственно, сделать таким образом, чтобы праздник был чуть-чуть более масштабным, чуть более просторным. Большее количество муниципальных образований, большее количество людей, соответственно, могло посетить. Большее количество туристических организаций могли себе представить. В общем, сделать максимально доступным. Это для горожан. Выходной день для гостей праздника выдался очень насыщенным. Так мультиспортивные соревнования среди сотрудников туристических организаций выявляли самую сильную, ловкую и быструю команду. Сейчас я вас развожу в разные стороны. Каждый должен найти свою пару. Коромысло, гусеница, лабиринт. Эти и другие этапы заранее заявленной команды должны были пройти на время. А самые активные участники праздника могли поучаствовать в эстафете. Еще одно развлечение для гостей праздника – это туристическая эстафета. Команде из четырех человек необходимо пройти четыре этапа. Если не победа, то хорошее настроение гарантировано. На другой площадке весь день проходили соревнования среди любителей и профессионалов скалолазанья. Главное – не победа, а участие и обмен опытом среди спортсменов. Поэтому показательные выступления в дисциплинах «Скорость» и «Трудность» были интересны большому количеству зрителей. Данил, юный скалолаз, поделился с нами своим опытом. С нижней страховкой не нравится лазить, потому что там самому пристегиваешь веревку и страшно становится. Пока одни соревновались и проводили время очень активно, другие смотрели праздничный концерт и любовались осенней природой. А главный сюрприз организаторы приберегли на финал праздника. Авиашоу никого не оставило равнодушным. Долгожданное награждение победителей, получение подарков и заряд хорошего настроения. Подведем итог. Праздник удался. Все, кто не побоялся прохладной погоды и выбрался в это воскресенье в Бобровый лог, наверняка не пожалели об этом. Заметим, туризм в наших краях довольно экстремальный, но зато самый запоминающийся.